В Кыштовском районе в этом году отремонтируют дорогу, которая соединяет два села с райцентом. В одном населенном пункте работает крупное перерабатывающее производство, в другом – школа, где учатся дети из соседних сел. Строят и другие социальные объекты. Как развивается территория, сегодня оценил губернатор Новосибирской области. Подробности в сюжете Александра Сульдина. Когда высушили в печи, вот в барабане медном мы добавляем вкусы. Эти сухарики можно увидеть на новосибирских прилавках. Их выпускают далеко от мегаполиса, рядом с Кыштовкой, в селе Воскресенко. Здесь производство полного цикла. Привозят муку, масло, специи, арахис, замешивают тесто, пекут хлеб и уж потом его рубят и сушат. В селе уже народу мало осталось. У нас работают люди из трех сел здесь. Даже в Сомской области один человек ездит. Директор компании, которой принадлежит производство, Виталий Сюмак, говорит, Проект больше социальный и позволяет обеспечить работой местных жителей, чтобы Воскресенко продолжала существовать. У нас порядка непосредственно на этом предприятии работают 13 человек. То есть предприятие у нас сейчас, здесь порядка трех предприятий в разных селах, которые присутствуют на данной территории. Общее количество людей, порядка 60 человек, которые приустроены. Впрочем, производство развивается. Продукция находит своего потребителя. Единственная проблема – и сырье, и готовые изделия везут по единственной дороге. Самое главное для нас – это дорога. Будет дорога, также будет соответственная работа. Также будут мучиться наши рабочие, добираться до сюда. И мы будем также работать постоянно с ними. Дорогой тоже сегодня будем заниматься, смотреть дорогу. Что осталось сделать, что в этом году успеют сделать. А это совсем недалеко. Село Сергеевка. Школа ее построили еще в 1937 году. Но видно, с какой любовью коллектив и ученики к ней относятся. Кстати, в этом году здесь большое обновление. Кабинеты физики, химии и математики стали точкой роста. То есть имеется набор в этом задании, который дети должны использовать для того, чтобы провести опыт. И оценивается при проведении опыта техники безопасности. Лариса Доминова – учитель химии и биологии. В этих стенах получила аттестат зрелости. Потом окончила омский педагогический. Но вернулась на родину. Учит своих юных земляков. В новом учебном году, в новых условиях. Конечно, то, что мы не оторваны от цивилизации. То, что у нас такой ремонт в кабинете. Что заходишь и кажется, что ты попал в какое-то другое измерение. Явно не сельское. И плюс оборудование, которое нам предоставили. Ставить опыты здесь будут дети из нескольких сел. Сюда им придется ездить по той же дороге, что ведет и в Воскресенку, и в Сергеевку. А она местами выглядит вот так. Даже УАЗик стремится покинуть ее полотно. Но далеко не везде. Сейчас идет ремонт. Выравнивают землю. Засыпают щебнем. Создают кюветы. Во многих местах уже гладкая проезжая часть. И уже в этом году так будет до Воскресенки. В следующем году дорогу до села добьем. Хорошо. Ну и по стойкости давайте поговорим. Прям у нас многолетние тут исследовательские работы, да, всякие мы ведем по поводу, как повысить стойкость щебеночных дорог на сельских территориях. Вот к чему пришли? Что, например, в этом году нового вынимается? Ну, у нас раньше, если щебень делали по способу заклинки, то есть насыпали крупный щебень, потом мягко уплотняли, то в последний момент мы перешли на смеси уже готовые покупаются. Смеси С1, С4. И готовая смесь уже идет, она уже как скелет, по сути. И это не единственный социальный объект, который сейчас строят в районе, возводят дом для молодых специалистов. Важнейшая кыштовка скоро получит чистую воду. Программа «Чистая вода» в действии. В Кыштовке навурили много новых скважин. Они располагаются вот в этих вот синих павильонах. И смонтировали новую станцию очистки. В ней вода проходит сразу несколько ступеней. Сначала грубую очистку через сетчатый металлический фильтр, дальше колонна с активированным углем и песком. Потом в воду добавляют вещество, которое окисляет железо, и оно выпадает в осадок и кислород. Далее тончайшая мембрана, через которую не проникнет даже атом другого вещества. И затем ультрафиолет. Объект уже почти готов. Здесь идут последние работы по благоустройству. Ожидается, что пуск состоится 1 декабря. Еще парк «Победа» и прогулочные аллеи, и место, где можно заняться спортом. Дарья Глушенко работает воспитателем в детском саду. Недавно увлеклась теннисом во многом благодаря тому, что здесь появился корт. Люди ходят, играют. И старшее поколение, и младшее, и вот еще младше. Кроме того, в Кыштовском районе активно развивается патриотическое и волонтерское движение. Сегодня Андрею Травникову о своей работе рассказали представители юноармии и поисковых отрядов. Губернатор оценил положительные результаты работы местной власти. Главы Кыштовского района Николая Шибчина. По итогам посещения некоторых объектов, которые реализуются по моим ранее выданным поручениям, вижу, что все под контролем, не без рабочих вопросов и проблем. Это всегда бывает. Но даже на фоне некоторых других территорий вижу, что здесь рука хозяина чувствует. Продолжаем контролировать те проекты, которые запущены. Это проектирование и строительство стадиона. Это пищеблок для районной больницы. Это, как мы сегодня договорились, завершение дороги до Сергеевки. Ну и с учетом того, что министр транспорта и дорожного хозяйства сегодня тоже здесь работает, я думаю, что у вас есть возможность обсудить с ним и другие направления. Николай Шибчин отметил, что инициативы, направленные на развитие Кыштовского района, находят понимание и поддержку у региональных властей. Такое взаимодействие – залог дальнейшего развития социальной сферы территории. Александр Сульдин, Родион Токарев, Новости ОТС.